Привет! Меня зовут Дима и вы на моем канале о путешествиях. Я большой фанат этого дела и достаточно часто куда-нибудь езжу. Подготовкой к ним я полностью занимаюсь сам, но нередко мне не хватает какой-то конкретной информации о месте, в которое собираюсь отправиться. И это одна из причин, по которой я решил создать этот канал. Здесь, на примере своего опыта, я буду показывать вам особенности и нюансы посещения разных стран и городов. Здесь эта информация будет для вас полезной и поможет в планировании ваших собственных путешествий. А начнем мы наше знакомство с Южной Африкой, страной, которая меня особенно впечатлила. Если вам понравится видео, не забудьте, конечно же, поставить лайк и подписаться на канал. Ну а теперь пора в Африку! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Африка давно была на моем радаре, но для начала нужно было определиться со страной, так как африканский экспириенс можно получить в достаточно большом количестве стран. Практически все они расположены на линии экватора или ниже, и именно в них особая концентрация мест, которые мы зачастую видим на канале National Geographic. Изучив вопрос, я принял решение, что именно ЮАР лучше всего подойдет для первого знакомства. И вот почему. Здесь удивительно красивая природа. Здесь много национальных сафари-парков. Здесь можно наблюдать за пингвинами, китами и даже акулами. Здесь невероятно красивый Венгельский рион и многое другое. И все это в рамках одной страны. Также Южная Африка самая успешная страна-континент. И благодаря этому здесь есть инфраструктура и конкуренция. Оба фактора этих вместе позволяют вам увидеть ее с комфортом и существенно дешевле, нежели в соседних странах региона. А это важно, так как любое путешествие в Африку в целом не дешевое удовольствие. Некоторые особенно красивые места, но дикие в соседних странах, и вовсе невозможно увидеть без аренды частного самолета или вертолета. Обязательным условием путешествия по Южной Африке, на мой взгляд, является аренда автомобиля. Я для этих целей обычно пользуюсь сервисом Rental Cards и вам его рекомендую. В целом рынок проката Южной Африки также очень хорошо развит, и проблем с этим быть не должно. Мы же взяли машину в аэропорту Киптауна и заплатили 350 долларов за Nissan X-Trail на две недели. За этот период мы приехали по ЮАР более 2000 километров, и могу точно сказать, что дороги там отличные, и особенной необходимости именно во внедорожнике нет. Как вы уже догадались, наше знакомство со страной началось с Киптауна. И это, пожалуй, один из самых красивых городов, в которых мне довелось побывать. Я думаю, его можно без преувеличения назвать жемчужиной всей Африки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И насколько городская архитектура идеально, так сказать, вмонтирована в ландшафт местности. Такую гармонию редко можно встретить за пределами Европы. Это, конечно же, в основном заслуга колониального наследия, и его легко заметить во многих аспектах жизни. Это и хорошие дороги, и правосторонние движения, и архитектура, и виноделие, и кухня в определенной степени. Если забыть на мгновение про самные проблемы Киптауна, такие как бедность и высокий уровень преступности, можно легко представить, что это лучший город для жизни. И отчасти это так, но только преимущественно в благополучных районах. Оказавшись в Киптауне, вы достаточно быстро можете захотеть провести здесь все время вашей поездки. Но у нас по плану было отведено 4,5 дня, и меньше я бы не советовал. Учитывая, что интернет полон информации о небезопасности Киптауна, уделю немного внимания и этому вопросу. В целом, не все так страшно. Киптаун условно можно разделить на районы, в которых можно остановиться и проводить время, и на те, в которые лучше не заглядывать. Если придерживаться этого принципа, то вы будете чувствовать себя вполне безопасно. В дневное время здесь стоит быть внимательным к своим вещам, но это правило можно справедливо отнести и ко многим другим городам в разных странах. Важным правилом, которое я бы точно советовал соблюдать, так это не перемещаться по городу пешком после заката солнца. В это время улицы буквально вымирают. Мы это проверили на себе, и эта пустота прям сильно бросается в глаза и прилично напрягает. Перейдем к вопросу, а где же лучше останется в Киптауне? И здесь, как обычно, не существует однозначного ответа. Все зависит от предпочтений и бюджета. В целом, Киптаун может удовлетворить практически любой запрос. Здесь достаточно много хороших отелей и апартаментов, но я бы советовал обратить внимание на интересные и необычные форматы, которых достаточно много в Киптауне. Как раз в подобном месте мы и остановились. Это дом в стиле викторианской эпохи 1892 года постройки, расположенный в районе Гринпоинт. Это небольшой отель, всего на 8 номеров, с прекрасным дизайном, вниманием к деталям, а также отличным сервисом. Называется он Harper's House, и я могу его рекомендовать. Стоимость номера завтраком состояла всего около 70 долларов за ночь. Сам Гринпоинт – это хороший и удобный район, чтобы останется в Киптауне. Здесь очень зелено, красиво, есть все необходимое – магазины, кафе и рестораны. А главное – парк и отличная набережная Сиппоинт с вот таким вот газоном и маяком. При выборе жиля в Киптауне я бы еще рекомендовал обратить внимание на районы Waterfront, Клифтон и Кемпсбэй. В каждом из них будет по-своему хорошо. Во время нашего визита в Киптаун погода менялась по несколько раз на день, и это влияло на изначальные планы посещения конкретных достопримечательностей. Но приняв это как факт, мы решали, куда отправимся дальше, ориентируясь на эту особенность. Правда, был март, конец местного лета, возможно, дело в этом. Но, учитывая наш опыт, я бы рекомендовал воздержаться от покупки билетов в Open Air локации заранее. Первым делом мы посетили район Waterfront или набережная Виктории и Альфреда, как еще его называют. По сути, это были старые портовые доки, которые успешно преобразовали в современное общественное пространство со множеством прикольных арт-объектов, магазинов, кафе и ресторанов. Также там часто проходят разнообразные культурные активности. На выходных работает ярмарка, на которой можно приобрести сувениры. Есть фудмарк, где можно отведать специалитеты местной кухни. Это одно из наиболее посещаемых мест в Киптауне. Нам понравилось, и я бы советовал как минимум там прогуляться. Стоит отметить, что рестораны здесь носят преимущественно туристический характер. Также в этом районе есть несколько хороших отелей, в которых можно остановиться. Ну а если бюджет 1300 долларов за ночь не проблема, то идеальным вариантом будет роскошный отель Сила, который ранее был элеватором. На нижних этажах отеля расположился музей современного искусства Африки, который тоже стоит внимания. Как раз к окончанию нашей прогулки по Waterfront солнце вышло из-за туч, и мы не раздумывая отправились к одному из самых известных мест в окрестностях Киптауна. И думаю вы уже догадались, что далее речь пойдет о мысе Доброй Надежды. Правда пока мы туда добрались, погода вновь ушла в немилость, но тут уж ничего не поделаешь. Дорога туда занимает порядка полутора часов и имеет несколько вариантов. Лучше выбирать путь через Чапманс Драйв Пик, так как это одна из самых живописных дорог в мире. Сам мыс находится на Капском полуострове, южнее Киптауна, и его часто ошибочно считают самой южной точкой континента. Но это не так. Самой южной точкой Африки является мыс Игольник, который расположен в 150 километрах восточнее. Мыс Доброй Надежды является частью одноименного национального парка, и для посещения необходимо оплатить 20 долларов человеку. После въезда дорога к самому мысу пролегает по территории парка. Проезжая по ней, нам встретились свободногуляющие страусы, а также семейство бабуинов, некоторые из которых занимались вполне обыденными дуами. А здешняя природа мне очень напомнила виды аргентинской Патагонии. Добравшись в итоге до мыса, нас постигло легкое разочарование. Сам он ничего особенного себя не представляет. Это просто конец дороги с парковкой, возле которого расположен стенд с надписью Cape of Good Hope и координаты точки. Здесь все обычно делают фото и отправляются далее к старой крепости, на которой расположен наименный маяк. Он находится, как и положено, на утесе. Подняться к нему можно как пешком, так и расходиться платным фуникулером. Но главное, на мой взгляд, там не сам маяк, а вид, который открывается с вершины на бескрайние Атлантические океаны. А понимание, что до Антарктиды отсюда условно рукой подать, еще больше подчеркивает эпичность момента. В общем, это, конечно же, must visit place. Насладившись моментом пребывания на краю земли, мы отправились далее в городок Саймонстаун, который расположен в 30 минутах езды от мыса Доброй Надежды. Знаменит он своим пляжем Болдерс, на котором живет колония агреганских пингвинов. Помимо, собственно, пингвинов, еще пляж примечателен наличием валунов разных форм и цветов и нетипично лазурным для здешних широт цветом океана. Все это великолепие нам повезло застать в предзакатные часы и без единого человека помимо нас, что, конечно же, крайне порадовало и придало эксклюзивности моментов. Отдельно нужно сказать, что в обычное время достаточно многолюдное место и вход платный, но нам опять же повезло, дурникет ведущей к пляжу был открыт, а офис по продаже билетов закрыт. В общем, еще один must visit point и его удобно совместить смыслом Доброй Надежды. Но будьте внимательны, на паркурке возле пляжа пингвины могут прятаться под машиной. Изрядно проголодавшись и в полном очаровании поведенного за день, мы отправились на ужин в городу Калкбэй, который находится в 20 минутах езды от пингвинов. До мною заранее был присмотрен ресторан с большим количеством отзывов, Харбор Хаус. Помимо прекрасной кухни и не менее прекрасного южноафриканского вина, это место обладает еще двумя неочевидными преимуществами. Первое – это морские котики, которые встречаются буквально на паркурте. Порой совсем неожиданно. Ресторан находится в порту, а местные рыбаки весьма активно подкармливают котиков, вот они там и тусуются. А второе – это просто космический вид из ресторана на бушующий океан. В тот момент плохая погода была нам на руку и создавала за окном атмосферу какого-то мистического триллера. Как вы уже поняли, место нам прям очень зашло и однозначно стоит вашего внимания. Утром следующего дня погода была на нашей стороне и мы отправились на прогулку в центральную часть Кейптауна. Первым делом заглянули в один из самых инстаграмных районов города – Бо Каап. Исторически это было местом проживания малайских поселенцев и является памятником малайской культуры. Все путеводители о Кейптауне непременно содержат упоминания об этом месте. Но по сути это несколько улиц с домами разных цветов, что в принципе можно увидеть много где. Фото и видео этого района вы легко найдете в интернете. Этим и стоит и гордиться, так как более ничего интересного вас там не ждет. Проведя в Бо Каап минут 10, мы в недоумении от хайпа отправились дальше. Место однозначно не стоит внимания, если вы только не рассматриваете его как площадку для фотосессии. Далее мы заехали посмотреть на еще одно распиаренное место Кейптауна – Лонг-Стрит. Сегодня это центр ночной жизни молодежи, а совсем недавно был местом аналогом улицы Красных Фонрей. Место сомнительное, на мой взгляд, можно пропустить. Определенный интерес вызывает лишь архитектура зданий интерианских времен, но с кованными узорными решетками на балконах. Местные рестораны я бы тоже не советовал, очень туристически и посредственно все выглядит. Лучше забронировать столик в очень атмосферном ресторане Кумуф-Стрит-Хаус на одноименной улице неподалеку. Следующим пунктом нашей прогулки стало здание парламента ЮАР, которое находится в 10 минутах ходьбы от Лонг-Стрит. В первую очередь это очень красивый памятник архитектуры колониальных времен. Его строительство продолжалось практически 100 лет. А также в этом районе просто приятно пройтись ввиду общей благоустроенности. Сзади парламента примыкают сады Ост-Индийской компании. Сегодня это небольшой прелестный сад с образцами флора Южной Африки посреди мегаполиса. Но изначально в 17 веке он был разбит голландцами с весьма практичной целью – выращиванием овощей для компании. А в наши дни прогулка по нему стала идеальным завершением визита в центральную часть Кейптауна. Одним из наших любимых занятий во время путешествий в новые страны является посещение ботанических садов при наличии таковых. И Кейптаун в этом плане один из лучших. Субтитры создавал DimaTorzok У подножия столовой горы с восточной стороны расположен восхитительный Керстенбош. Он настолько хорош, что там можно с легкостью просить целый день. Но ввиду нашего плотного графика мы выделили ему лишь часа 4. Вход в сад платный и составляет примерно 5 долларов со взрослого. На территории сада есть несколько ресторанов. Обед в которых станет скорее более созерцательным, нежели гастрономическим удовольствием. Учитывайте, что рестораны открыты до 16.00. Но главной изюминкой сада является подвесная аллея, расположенная на высоте 12 метров в кронах деревьев. Оттуда открывается просто замечательный вид на большую часть сада. Как и в десерте, лучше оставить эту вишенку на конец. Кстати, для любителей хайков там есть опция подняться по одной из троп на вершину столовой горы. В целом Керсенбош одна из главных достопримечательностей Кейптауна и обязательных посещений. Дело шло к закату и мы решили закончить день, встретив его в одном из лучших районов Кейптауна Кэмпсбэй. Здесь есть длинная и красивая набережная, на которой находится много неплохих заведений. В одном из которых можно приятно провести уходящий день под бокал местного вина. Мы выбрали для этого мантра кафе, я могу его вам рекомендовать. Говоря Кэмпсбэй, стоит отметить, что это, пожалуй, лучшее место, чтобы останется в Кейптауне с видом на море и наличием хорошего пляжа. Скорее говоря, я бы с большим удовольствием пожил бы там какое-то время. Уж больно там красиво. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кемсбей считается элитным районом Кейптауна, но это скорее рекреационная зона, нежели место для жизни. И в этой связи там достаточно большое предложение разнообразных отелей, вилл и апартаментов. Особенную живописность этому району придают Lions Head с одной стороны и нависающая горная гляда с эффектным названием «12 апостолов» с другой стороны. Все это вместе создает просто первоклассное сочетание изумительной природы и городской инфраструктуры, делая это место отличным спотом для созерцания за местной жизнью под бокал, например, шининблана. Отдельно стоит затронуть тему пляжей в Кейптауне. И тут два момента, которые важно понимать. Первый – пляжи есть, они хорошие и их достаточно много. Второй – температура воды океана здесь оставляет любителей понижаться в теплой воды неудел, даже в летние месяцы. Температура воды здесь редко достигает 21 градуса. Пляж на отдыхе в Кейптауне скорее про побытие океана. В то же время это отличный известный спот для серфинга или кайтсерфинга. А как известно, серферов температура воды не испугать. Как, впрочем, мы наличаем акул, которые время от времени тоже заглядывают на место пляжа. Учитывая эти особенности и насыщенность нашей поездки в целом, пляжная составляющая нами была сведена к минимуму. Помимо посещения Кемпсбэя, мы еще проездом заглянули на лакшери пляж Клифтон, который находится в соседней бухте. И это самый элитный район Кейптауна. Пляж здесь тоже очень красивый и за счет меньшего размера более уютный. Но главный интерес там составляет изысканные виллы, расположенные на склоне выше. Один только дизайн забора, а в оборот уже доставляет эстетическое наслаждение. В общем, район очень атмосферный. Оказавшись здесь, сразу понимаешь, почему некоторые мировые звезды приобретают недвижимость именно в этом месте. На следующий день мы встали в 5 утра и отправились в едва ли не главное для меня приключение в этой поездке. Я давно об этом мечтал с тех пор, как узнал впервые об этой активности. Итак, наш путь лежал в сторону небольшого городка Хансбай, который находится в 170 километрах от Кейптауна. Дорога в одну сторону занимает порядка двух с половиной часов и проходит посреди живописных равнин, местами крутых горных перевалов, котанных облаками, а также вблизи виноградников местных производителей. В общем, все эти красоты за окном по пути создают отдельный кайф и время летит быстро. Ну а сам Хансбай знаменит тем, что в его прибрежных водах обитает много акул, включая больших белых. Некоторые специалисты называют это место столицей больших белых акул. И главное там – это возможность погружения в клетки к этим удивительным птичникам, чтобы, так сказать, посмотреть глаза в глаза друг другу. В Кейптауне много разных агентств, которые продают турок акулам, но я рекомендую обратиться в компанию Marine Dynamics, которая непосредственно их проводит, то есть без посредников. Ссылку на их сайт вы найдете в описании к видео. Нужно сказать, что все организовано на высшем уровне. Все начинается в центре Great White House, который находится неподалеку в бухте Кленбай. Здесь местный биолог расскажет интересные факты о жизни У, а также проведет инструктаж по технике безопасности. Также здесь можно позавтракать, а затем пообедать по окончании туров. Тут же нам подобрали необходимые для погружения инвентарь и далее мы отправились в бухту Катур. Погружение проводят на вот таких специально сконструированных супах. Путь до места в концентрации акул занимает порядка 30 минут. Далее начинают переманивать кул, разливая такой вот суп из рыбных отходов. Вот такой вот супчик для акул. Все размешалось практически как быстрого приготовления, я бы сказал. Выглядит конечно не очень, но что делать? Первым на этот пирс летается птицей, что создает дополнительный эффект дикой природы. Затем вода опускает клетку, в которую впоследствии заходят такие как мы, искатели острых ощущений. Но одного супа мало, его кстати периодически подливают в течение всей экскурсии. И в дополнение к нему постоянно забрасывают в воду канаты с крюками, на которые нанизаны головы крупных рыб. Не переживайте, они нанизаны так, чтобы не поранить акул. В течение первых минут сорока никого кроме птиц особенно не наблюдалось и в воздухе уже повисли нотки легкого отчаяния. Но вскоре удача нам улыбнулась. Акулы в компании с скатами удостоили нас своим присутствием. И мы с другими участниками стали попеременно заходить в клетку. Одновременно в клетке помещается до пяти человек. Нужно сказать, что вода там холодная и несмотря на гидрокостюм пробуть в них более 20 минут за раз сложновато. Ощущения конечно непередаваемые, но лично у меня страха не было. Это больше провал. Я это сделал. На борту с нами была биолог, которая параллельно рассказывала интересные факты о подводном мире. За три часа на судне мы смогли увидеть порядка 16 разных акул и несколько скатов. К сожалению, к нам не пожаловала большая белая, но это дикая природа и никто ее появление гарантировать не может. Погружение к акулам было моей давней мечтой, которая реализовалась и я был в полном восторге. Тем, кто сомневается и боится, я хочу сказать, это абсолютно безопасно. Главное это делать с профессионалами. Стоимость погружения на тот момент была порядка 300 долларов за двоих. По времени это занимает практически весь день с учетом дороги. И я очень рекомендую вам туда отправиться. Визитная карточка Киптауна, конечно же, является национальный парк Тейбл Маутин, который величественно возвышается над городом. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Одним из семи новых чудес света в 2011 году По итогам всемирного голосования С ее вершины открываются замечательные виды практически на весь Киптаун Подняться туда можно либо по одной из пеших троп Или же воспользоваться канатной дорогой Но столовая гора дамо застенчивая И большую часть времени вершина плотно накрыта облаками Подниматься туда в это время не имеет особого смысла Все предыдущие дни нашего пребывания в Киптауне так и было И мы уже даже несколько напряглись по этому поводу Но утром нашего последнего дня свершилось чудо Небо было чистым и мы тут же отправились на гору Времени и желания взбираться по тропам у нас не было И мы выбрали вариант с канатной дорогой Это место настолько популярно, что в доковидные времена В очереди на подъемник можно было провести легко несколько часов Но нам повезло и очереди не было совсем Билет в оба конца стоит 20 долларов человека Вершина горы представляет из себя Платон И именно из-за этой схожести со столом она и получила название Table Mountain Благодаря этой особенности в отличии от многих других известных вершин с небольшим пиком наверху Там можно прогуляться и понаблюдать за жизнью Киптауна с высоты И для этого не нужно обладать какими-то навыками скалолазания Также там есть кафе-магазин, где можно перекусить и купить сувениры Солнце и ветер на вершине весьма активны Поэтому кофта и солнцезащитный грем будут не лишними Место это конечно же массив Типтауни Думаю там также будет неплохо встретить и закат Мы провели наверху часа полтора И этого на мой взгляд вполне достаточно К тому же нам еще в этот день присоял путь длиной в 530 км По живописному маршруту Гарден Руд в город Платенберг Бэй На этом наше знакомство с Киптауном подошло к концу И стоит сказать, что он меня реально зацепил Киптаун настолько крут, что с легкостью удивит даже самого бывалого путешественника Ну а я пожалуй буду искать точно повод сюда вернуться Ведь мы увидели здесь далеко не все Ну а мы с вами еще вернемся в окрестностях Киптауна в следующем видео Для знакомства с его очаровательным винным регионом И это нужно сказать отдельное удовольствие Ну а сейчас спасибо, что досмотрели до конца Надеюсь вам понравилось видео И до встречи в следующем